Итак, стали известны все 24 игрока, которые примут участие в матче звезд в этом сезоне, но мы по-прежнему не знаем составы команд. Этот секрет Лига раскроет в пятницу, когда объявит ростеры обеих команд, выбранных капитанами Леброном Джеймсом и Стефаном Карри. Несмотря на просьбы болельщиков, тренеров и некоторых игроков транслировать церемонию драфта или хотя бы сделать публичным порядок выбора игроков, Лига не изменила своего решения относительно закрытости процедуры. Для тех, кто не в курсе правил драфта, короткая напоминалка. 1. Получивший больше всех голосов среди стартовых игроков Леброн Джеймс, стал первым капитаном и будет выбирать соответственно первым. 2. Карри, получивший больше всех голосов на западе, стал вторым капитаном и выбирает вторым. 3. Игроки будут выбирать в такой очередности, пока не выберут себе стартовые составы. 4. При выборе резервистов порядок меняется. Уже Карри выбирает первым, за ним Леброн. 5. У капитанов нет ограничений в выборе игроков по позициям. Кайри даже пошутил, что может составить команду из одних только защитников. Ну а пока капитаны заняты играми в составе своих клубов, команда ESPN заняла их место и предложила свой вариант драфта. Итак, переходим к самому драфту. Под первым пиком команда Леброна выбирает Кевина Дюранта. MVP матча звезд 2012, Дюрант очевидно лучший из оставшихся игроков. Команда, имеющая в своем составе Леброна и Дюранта на протяжении 48 минут, должна быть просто неудержимой. Дюрант сказал на днях относительно возможного противостояния со Стефаном Карри. Я готовлюсь к смене на пик-н-ролле на Карри, тогда пущу его в проход и буду накрывать его броски. Вторым выбирает Карри и это Янис Атентакумпа. Столкнувшись с задачей защищаться против комбинации Леброн-Дюрант, команде Карри просто необходим высокий, атлетичный и мотивированный Янис. Более того, Карри будет уверен, что Атентакумпа не забьет через него сверху второй год подряд. Третий пик. Кайри Ирвинг. Вряд ли недавние обиды помешают, можно сказать, товарищескому матчу. Способность забивать всегда останется главным аспектом на матче звезд, а Кайри один из лучших финишеров в игре. Четвертый пик. Джеймс Харден. Кайри, возможно, не горит желанием снова видеть Хардена по другую сторону площадки в этом сезоне, ну по крайней мере до финала конференции. Добавив шестикратного олдстара в состав, команда Кайри получает мощнейший бэккорд с точки зрения атаки. Пятый номер драфта. Джоэлем Бит. Новичок матча звезд. Отличная возможность для Эмбида произвести запоминающиеся впечатления и никаких тренировок. Эта игра создана для центрового. Шестой выбор. Энтони Дэвис. Каким-то образом игрок, который набрал 52 очка в Олстар уикенде в прошлом году, тем самым побив рекорд результативности, все еще не выбран. Исправляем это недоразумение. Седьмой. Демаркус Казинс. Во фронткорте команде Джеймса хватит места для обоих и Джоэля Эмбида и Казинса. Игроков, обладающих отличными навыками игры как в хай-посте, так и в лоу-посте. И завершающий пик среди игроков. Демар Де Розен. То, что в прошлом году игра проводилась дома в Новом Орлеане, помогло Энтони Дэвису забить так много очков. Теперь команда Кари будет надеяться на небольшое преимущество домашней площадки для Де Розена. Напомню, что он уроженец Камптона. Итак, стартовые составы выбраны. Выбор запасных начинается с Кари. Девятый номер драфта. Дреймот Грин. Кари пора уже взять одного из одноклубников. И им становится Грин, который укрепит защиту команду и на пару с Янисом будут тревожить Леброна и Дюранта. Десятый номер драфта. Клей Томпсон. Три года назад, на этой же неделе, Томпсон настрелял 37 очков за одну четверть. Отличное резюме для матча звезд. Или вы хотели All-Star без трешек? Как вы это любите. Одиннадцатый пик. Рассел Уэсбрук. Наличие Дюранта в противоположной команде, плюс второй год подряд непопадания в стартовую пятерку матча звезд, все это означает одно. Недостатка мотивации у действующего MVP точно не будет. Двенадцатый выбор. Брэдли Билл. Брэдли наконец-то дождался вызова на матч звезд в этом году. Он проводит свой самый результативный сезон в карьере, забивая 23,5 очка и входя в десятку самых забивных защитников лиги, при этом постоянно расширяя свой атакующий арсенал. Тринадцатый номер драфта. Кристопс Парзингис. Еще один новичок матча звезд. Парзингис будет первым большим со скамейки на замену Энтони Дэвису. Ему как никому другому нужен устарый уикенд, чтобы отдохнуть, набраться энергии и дальше биться с Нью-Йорком за плей-офф, потому как после убойного начала сезона Латыш заметно сдал. Дэмиан Лилард. Смотреть за умением Лиларда забивать одно удовольствие и после двухлетнего перерыва он будет играть важную роль в бэккорте команды Леброна. Кевин Лав. Команда Кайри приветствует Лава с распростертыми объятиями. Но как же странно выходит, Леброн взял бывшего партнера по команде, с которым рассорился, но не взял действующего сотоварища. Возможно ли это на самом деле? Скоро узнаем. Джимми Батлер. Мы верим, что современная медицина быстро вылечит колено Батлера и он сможет сыграть на матче звезд без каких-либо ограничений. Семнадцатый пик. Джон Уолл. Со всеми обидчивыми настроениями в раздевалке волшебников, может быть оно и к лучшему, что Уолл и Билл находятся по разные стороны баррикад и имеют возможность доказать, кто же лучший защитник в Вашингтоне. Карл Энтони Таунс. Таким образом, Таунс присоединится к Путин Тим, ой, простите, к Леброн Тим, конечно, и останется с Батлером партнерами по команде не только в Миннесоте. Отличный выбор, Карл. Девятнадцатый номер драфта. Эл Хорфорд. Хорфорд не набирает огромного количества очков, как большинство олдстаров. Зато команда Кари может строить через него свое нападение, тем самым дав ему возможность продемонстрировать все свои навыки распасовщика. Двадцатый выбор. Виктор Алладипо. Главная сенсация матча звезд 2018. Алладипо был достойным кандидатом даже на попадание в стартовый состав от Востока, поэтому, несомненно, это отличный выбор в конце списка. Двадцать первый. Кайл Лаури. Болельщики Репторс наверняка бы негодовали, если бы оба, и Де Розен, и Лаури, были выбраны последними пиками, как стартер и резервист, соответственно. Команда Стефана Кайри предотвращает эту проблему, взяв отличного разыгрывающего в уже загруженный бэккорд. И последний пик Ла Маркус Олдридж. Если Олдриджа выбирают последним из списка звезд, справедливо сказать, что НБА не испытывает недостатка в классных игроках, а ведь это суть в том, что некоторые также заслуживающие игроки вообще пролетели мимо уикенда. Итак, команды собраны. Остается только понять, за счет чего каждая из команд может победить в этой игре. Команда Леброна. Это сокрушительная сила, основу которой составляют следующие факторы. Наличие двух самых невероятных форвардов своего поколения, Леброна Джеймса и Кевина Дюранта. Наличие разносторонних больших, которые могут делать в атаке абсолютно все. И умные забивные защитники, которые нагрузят вам полную корзину мячей. Кроме того, Леброн и Кайри снова воссоединяются. Команда Кайри. С Леброном и Дюрантом на противоположной стороне, команда Кайри приобретает статус андердога, но обладает идеальным балансом талантов, чтобы им противостоять. Обладая игроками уровня MVP в бэккорте, где помимо самого Кайри есть Джеймс Харден и Рассел Уэсбрук, у команды также есть отличный защитный потенциал в лице Дреймонда Грина, Элла Хорфорда и Энтони Дэвиса. И что не менее важно, у этой команды есть хорошая мотивация в игре с новым форматом.